Музыка 28 марта в Красноармейском районном суде состоялось предварительное судебное заседание по делу родинского городского головы Сергея Федорова, которого местные депутаты досрочно лишили полномочий. Задолго до начала заседания возле суда начали собираться люди. Они пришли поддержать Сергея Владимировича. Мы хотим поддержать своего мэра, которого мы выбирали, которого мы отстаивали. У меня сотрудники, знакомые, соседи, родственники. Нет ни одного человека, который бы хоть бы слово сказал против нашего мэра. Когда были выборы и перед выборами, когда ходили, агитировали за молодежную партию, мы как бы все жители города считали, что молодежная партия и наш мэр, они как-то шли параллельно друг к другу. Вот они как бы во всем соглашались. И поэтому мы проголосовали как бы за молодежную партию. Если бы мы знали, что произойдет вот такое, что произошло, да бы мы в жизни за молодежную партию не голосовали. Мы просто против того, чтобы выбор народа ставили ни во что. Вот два человека хотят или там один хочет. Все люди, значит, для него ничего не значат. Он один так решил, значит, будет по его. Мы приехали, как жители города Родинска, как громада, поддержать Федорова. И в связи с незаконными действиями нашей молодежной команды, так сказать, написали плакаты, чтобы нас увидели, услышали. Не только здесь, в Киеве, Донецкая область, в конце концов. Если я же говорю, если сейчас это пустить на самотек, значит, так будет везде. Должна быть правда. В Красноармейский гор-районный суд Сергей Федоров обратился с иском о признании незаконным и отмене решения Родинского городского совета от 10 марта 2016 года о досрочном прекращении полномочий Родинского городского головы Сергея Федорова и установлении отсутствия компетенции субъекта властных полномочий депутата Родинского городского совета седьмого созыва. Ответчиками по делу выступают Родинский городской совет и местный депутат Александр Колобов. Представители ответчиков выступили с возражениями против проведения предварительного слушания. Ответчики заявляют, я представители выступают от их имени, что ни копий иска, ни копий прилагаемых материалов получено не было. Я вообще себе сейчас не представляю нашего участия в предварительном заседании. Вот как это физически может быть? Ну как? Нужно выяснять ряд вопросов, как это суд сделает. Однако оснований для переноса заседания суд не нашел, мотивируя это тем, что у ответчиков было достаточно времени, чтобы ознакомиться с материалами дела. В свою очередь представители Сергея Федорова заявили ходатайство о приостановлении действия оспариваемого решения Родинского городского совета. Для принятия решения суд удалился и после получасового перерыва огласил свой вердикт. Упитание Федорова Сергея Володимировича про забезпечення адміністративного позову за довольный день. Зупините дію решения Родинского міського ради 10 березня 2016 року номер 7.3.11 про достроковое припинение повноважений Родинского міського головы Федорова. Копию ухвали направить Родинскому міському раду депутату Колобова Олександру Сергеевичу для виконания, позивачу для відома. Ухвала про забезпечення позову виконуються негайно в порядку встановленному для виконания судових решений. Ухвалу не закиняє її виконання, також не перешкоджає по дальшому розгляду справи. Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом 5 днів з дня проголошення ухвали. Якщо ухвалу було постановано восьмому провадженні або без виклику особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга може бути подана протягом 5 днів з дня отримання копії ухвали. Ухвала в частині закінчення підготовчого провадження та призначення справи досудового розгляду з кожним не підлягають судді в виконання. Рішення суда жителі Родинського, які присутствували на засіданні, встретили аплодисментами. АПЛОДИСМЕНТЫ Что-либо комментировать сторона ответчиков отказалась. В свою очередь адвокаты Сергея Федорова решением суда полностью удовлетворены. Родинського городського совета, то непонятно вообще, за які такі нарушення і не соблюдення права він був відстрінен. Тобто в рішенні не сказано, є ли административне діло, привлекався ли якась відповідно відповідно, що іменно нарусив Федоров, коли його відстранили. Суд проаналізував ці документи. Причем Родинський городський совет відстраніли Федорова. Кто збільш відповідно випадатися послі Федорова? Звісно, ясь секретарь. Естественно, ясь секретарь збільш відповідно підписувати всі відповідні рішення, які приникалися сьогодні. Однака, почему-то, ці рішення підписує Колобов. Тобто я так розумію, що суд проаналізував ці документи, усмітрив очевидність нарусування рішення рішення сессії Городського совета. Сам же Сергей Федоров отметил, что сделан только первый шаг. Впереди долгая и трудная борьба. Еще о победе говорить рано. Будут тяжелые заседания. Но я хочу обратиться ко всем. Нам надо набраться терпения. Я думаю, что я уверен в том, что закон на нашей стороне. Сегодня пришли много людей меня поддержать. Они проявили инициативу сами. Своим поведением, своим жестом поддержки, я хочу сказать, что это меня призывает к большей ответственности перед теми людьми, которые меня выбрали, которые меня сегодня поддерживают. И я приложу все усилия, чтобы их оправдать. Следующее заседание суда намечено на 14 часов 4 апреля.